Вы будете принимать мое объяснение? Да, как только вы заполните его, так как... Представьтесь, молодой человек, снимаю у нас на камеру. Ставьтесь, пожалуйста. Нельзя, нельзя, нельзя. Выключайте, мы сейчас... Давайте, позывайте. Как, не знаю, вы должностное лицо и отказывайте мне в принятии документов. Я не отказываю вам в принятии документов. Принимайте мое объяснительное. И представьтесь. Здравствуйте. Инспектор ОВМ, отдела ОП-17. Мы ОВД Нижне-Тагильская, лейтенант полиции Лебедева. Вы будете принимать мое объяснение? Да, как только вы заполните его, так как требует... Оно заполнено. Оно не заполнено. Заполнено. Давайте снимем ваше объяснение. Давайте снимем. Давайте внимательно снимаете. Снимаем. Вот здесь, где не написано, объяснения нет. По Конституции я не обязан. Там написано, что вы не обязаны. Вот Наталья Екатерина подошла. Что? Подставьтесь, молодой человек, я снимаю у нас на камеру. Ставьтесь, пожалуйста. Нельзя, нельзя, нельзя. Выключайте, мы сейчас доживем. Давайте, позывайте. Нет, а какое основание это? Я не хочу вам брать объяснение, как снимается. Потому что... Не писать, а как я захотел, так я... Нет, подождите, буду. Ну, вы, выключайте камеру. Ну, на каком основании я должен выключать ее? У меня Конституция разрешает снимать. Сейчас будем вызывать полицию. Да, будем. Чтобы они обеспечили мои конституционные права. Ну, вы не забывайте, что у нас тоже так же, как у вас, есть конституционные права. Нет, вы на службе находитесь. У вас действует, должна стать инструкция. По должностной инструкции вы не имеете права снимать. Нет, давайте говорим честно, мы принимаем вас в неприемные часы. А вы, вот как вас замокнете? Меня зовут Денис Владимирович. Денис Владимирович, выключите, пожалуйста, камеру. На каком основании я должен выключить? На каком основании? Мне нужно сфиксировать факт, что вы у меня не принимаете объяснение. Да мы еще ничего не принимаем. Я только что пришла. Я пытаюсь с вами разговаривать. Давайте разговаривать. Кто не принимает у вас заявления? Ну, кто-то из вас, я не знаю, кто из вас должен. Нет, подождите, мы никакого заявления не принимаем. Ну, объяснение я оговорился. Выключите, пожалуйста, камеру. Почему я должен ее выключить? Я потому что не могу работать под камерой. Я не имею права. Как это, не имеете права? Я не имею права. А вы конституцию не принимаете нашу? Вы сейчас нарушаете мои конституционные права. Нет, не нарушают. Подсчитайте внимательно. Да, вы занимаетесь. А давайте мы вызовем полицию, и они объяснят, кто нарушает. Давайте? Хорошо. Мы пришли в отдел полиции. Ну, давайте дежурно вызывайте. Я буду просить его устно обеспечить. Подождите, мы вам еще ни в чем не отказали. Давайте будем работать. Вот я не могу на камеру работать. Так вы же, у вас тут в коридорах стоят камеры? В коридорах. Но я тоже не могу под этим камерой находиться. Я не знаю, где она будет использована, в какой цели. Оксана Борисовна? Да, я звоню, Оксана Борисовна. Оксана Борисовна, доброе утро. Вы можете к нам спуститься? У нас тут мужчина. Мы пытаемся ему составлять протокол. У нас тут камера включила, снимает нас на телефон. Поднимитесь, пожалуйста, к начальнику. Так вы мне скажите, вы принимаете объяснительную или нет? Конечно, принимаем. Разве мы вам в чем-то отказали? Все тогда. Давайте вместе напишем объяснение. Нет, я уже написал все, что хотел. Иначе я не буду составлять ее. Так, Денис Владимирович, давайте еще раз. В чем проблема? Скажите. У меня нет проблем. Проблема в чем? Вот если я больше не буду писать, я не буду ничего запомнить. Согласно Конституции, то, что я хотел написать, я написал. Нет, подождите. Подождите. Денис Владимирович, вот смотрите. У нас существует административное законодательство. Вы являетесь нарушителем. Вы являетесь нарушителем. С января 2018 года вы не заменили документ. То есть мы же должны, прежде чем принять какое-то решение, мы должны грамотно это все рассмотреть. Ну рассматривайте. Я же что, запрещаю? Не запрещают, правильно? Нет, подождите. Любой нарушитель имеет право не свидетельствовать себя, правильно? Правильно. Так объяснение это вы должны, мы заполняем постановление. Вы только что говорите, не свидетельствуйте. Вот я и не свидетельствую. Дело в том, что мы должны узнать сам факт. Может у вас есть какие-то обстоятельства, по которым вы не смогли, которые будут как смягчающие. Я отказываюсь об них говорить. Смягчающие, утяжеляющие. Отказываюсь об любых говорить обстоятельствах. Пойдемте, как сами выглядят сами. Пойдемте. Как вам работает паспортное стол? Пойдемте, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Я не имею права убрать. Мне нужно засвидетельствовать. Доказательство. Писать объяснение для протокола. А что случилось? Дайте ваш вопрос, пожалуйста. Возьмите. Отказывается, посидите. Отказывается, посидите, 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 посидите. Его право. Отказывается, составляйте протокол, посидите. Их пригласите. Я не поняла, вы не хотите по объяснению писать? Или вы не хотите протокол составить? Почему протокол составлять? Я понимаю. А суть проблемы-то в чем? Да проблема просто, я не хочу ничего, конечно. Вы из мухи слона раздули, да и все. Я-то ничего не раздувала. Вы ездили, я двигала документы. Это вы первые. Во-вторых, мы же мужчины. Ну, каждый пишет, сколько хочет, столько и пишет. Мы же в правовом государстве живем. Хорошо, мы живем в правовом государстве. Вон, берите двух пацанов. Конфликт, так кто начал-то из вас? Пять минут назад уже все бы разрешилось. Конфликт исчерпан, работаем дальше. Можно попросить по-моему? Давайте я до конца все засниму, мало ли что у вас опять. Давайте я лично у вас сейчас приму это объяснение. Лично вас сейчас приму это объяснение. Вы от протокола не отказываетесь, от составления протокола? Да, конечно же нет. Вы не отказываетесь. Протокол сейчас будет составлен. Ну, я не знаю, может, мы вот до конфликтов тогда этих уже доводить не будем? Нет никакого конфликта. Нет конфликта-то. Знаете, один не саживайтесь, кто-нибудь на стол, кто в качестве свидетеля. Вы скажите, вы примите ее сейчас, девушку? Она без записи. Подождите. Мы должны девушку сейчас... Ну, после, в порядке очереди. Нет, у нас сейчас расписаны по времени те, кто идут, такие, как вы, те, кто идет через портал Госуслов. Мне ее до двух, ждать 4 часа просто на слагон. Конечно, если будет время, мы ее примем. Ну, все, хорошо. Обязательно, если будет время, мы ее примем. Просто у нас же люди тоже расписаны. По порталу люди расписаны на весь прием. Да я уже присел. Присаживайтесь. Сюда. Вот, пока не решили, как раз, если не выезжал. Так. Вот, не вижу совсем я, как я. Если хочешь, выключите камеру. Тяжело работать, реально. Тяжело работать. У меня не было вообще вопросов никогда. Девушки начали вопросы появляться ко мне. Нет, просто вы, может быть, неправильно их поняли? Может быть, мы обычно... Я думаю, что у нас есть причина, что у нас нет проблем с оси. Вы же понимаете, что у нас все равно есть, когда ты... Нет, скажи.